Штрафы до 300 тысяч рублей, 480 часов обязательных работ или лишение свободы до двух лет. Такое наказание теперь грозит лихачам на дорогах, которые уже привлекались к административной ответственности и лишались прав за превышение скорости более чем на 60 км в час, либо за выезд на встречку или трамвайные пути. Ольга Доронина возглавляет Самарское рекотделение Всероссийского общества автомобилистов и сама за рулем уже 20 лет. Она уверена, что такая мера поможет навести порядок на дорогах и сделает автовладельцев ответственнее. На сегодняшний момент любой водитель, который управляет транспортным средством, подумает выезжать на встречную полосу или превышать на такой большой скоростной режим, нарушаемый на 60 км в час. Это огромное нарушение на сегодняшний момент. У нас, вы знаете, разрешено до 20 км в час превышать скорость. И где-то я соглашусь, что действительно есть такая вероятность на таких дорогах. Но 60 км в час – это уже опасное вождение, которое опасно не только для других участников дорожного движения, в том числе водителей, но и для пешеходов. По статистике, более 40% водителей повторно нарушают ПДД. Их не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости. К тому же каждый десятый автомобилист допускает грубое нарушение правил, в том числе выезд на встречную полосу. Зато с этого года владельцы легковых автомобилей и мототранспорта освобождаются от обязательного прохождения техосмотра, если используют транспорт исключительно в личных целях. Правда, в некоторых случаях проходить диагностику все равно придется. Обязательно будет только для некоторых автовладельцев. Это касается такси, пассажирского транспорта и грузоперевозок. Для обычных граждан-автовладельцев диагностирование будет обязательно в одном случае, когда происходит смена автовладельцев, продажа автомобиля, и при этом этот автомобиль старше четырех лет. Однако есть нюансы. Если автовладелец имеет на руках диагностическую карту, которую он получил по итогам техосмотра, он освобождается от необходимости останавливать авто по требованию сотрудника ГИБДД для проверки состояния машины. Если такого документа нет, то инспектор имеет полное право остановить любую машину, если она показалась ему подозрительной и создающей угрозу для безопасного дорожного движения. За нарушение, разбитая фара, да, это всегда останавливает инспектор. Без разницы, есть ли это карта диагностики или нет ли это карта диагностики. Это технически несправный автомобиль. Водителю, уважающим себя и имея личный транспорт в личных целях, используя его, он, конечно, будет сам следить за своим состоянием техническим автомобиля. Тем временем автоматические комплексы фиксации нарушений будут вычислять водителей, которые не имеют полиса ОСАГО. За это предусмотрен штраф 800 рублей. Постановление могут выносить каждый день, поэтому за месяц можно набрать штрафов на 25 тысяч, если отсутствует полис обязательной автогражданской ответственности. На мой взгляд, мера очень нужная, потому что мы видим периодически на практике случаи, когда происходит ДТП, и один из автоплодельцев не имеет полиса ОСАГО. Это большая проблема для того лица, который не виноват, который пострадал, потому что, чтобы взыскать сумму ущерба, ему приходится обращаться в суд. И мы часто видим, что виновное лицо говорит, ну иди в суд, ты ничего не получишь, у меня ничего нет. Понимаем, что страховая компания в этом случае была бы простой, понятный механизм, который позволил бы разместить понесенные ущербы в случае ДТП. Между тем, Банк России поддержал законопроект Минфина о повышении лимита выплат при причинении вреда жизни и здоровью по ОСАГО до 2 миллионов рублей и отмене учета износа деталей транспорта. Это приведет к росту компенсаций для пострадавших, улучшению страховой защиты для виновников ДТП, а также сделает невозможным взыскать через суд с виновника разницу в цене новой и изношенной детали. Но все это в итоге приведет к подорожанию по лесу ОСАГО, как отметили в Центробанке на 48%, до 2567 рублей.